Всем привет! С вами 13 из XOF. Сегодня поговорим о репликах спинных панелей, в частности о спинной панели от компании TMC и от компании C-MAPA GEAR. Поехали! Каждую из панелей мы подробно рассмотрим. Я покажу способ крепления, вместимость данных панелей, ну и немножечко поговорим об их удобности в использовании. Справедливости ради стоит заметить, что это одна и та же панель, только это первая генерация панели, это вторая. Ну и разница в том, что это реплика от C-MAPA GEAR, это от компании TMC. Это корейцы, да? Это китайцы. Давайте начнем с первой версии панели, с первой генерации. Потом посмотрим вторую. Ну и давайте приступим. На лицевой части панели, вверху, мы видим два подсумка, в которых располагаются отделения. О, бонус! Отделение POTS выстрелов для 40-мм зарядов для подствольного гранатомета. Чуть ниже, видим такой подсумок утилитарный, для размещения чего-либо. Клеймор сюда не влезает. Чуть ниже, две полоски молли, ну, грубо говоря, по высоте три. Что сюда разместить, я, к сожалению, не знаю. Сколько не думал, ничего сюда придумать не мог, что сюда можно разместить. Справа и слева молнии для крепления к заднему плейтбэгу жилета. На обратной стороне маркировка C-MAPA GEAR. Крепление на кнопках для крепления данной панели к молли в системе заднего плейтбэга. Кроме того, имеется карман для размещения, например, гидратора. Давайте попробуем наполнить данную панель какими-нибудь явствами и посмотрим, сколько в нее влезет. Начнем, наверное, с верхних карманов. Например, гранаты типа Егерь. Ну, понятно, выстрелы 40-мм сюда влезают на ура. Сейчас такими уже, наверное, никто не пользуется. Сникерс, который мы нашли здесь. Лодер. Пистолетный магазин. Эти все вещи прекрасно залезают в данные подсумки. Но больше всего данные подсумки меня интересовали как подсумки для страйкбольного подствольного гранатомета, например, для выстрела для басмача. Сюда влезают в высоту два выстрела. И если первый можно удобно достать, то второй приходится вот так вот выдавливать. Ну, приходится выдавливать не мне, а моему напарнику, который идет вторым номером. Непосредственно для кого я и несу эту панель. Да, потому что самостоятельно из данной панели нормально ничего достать, ну, просто невозможно. Ну, не хватит длины рук, ну, и физиологически просто так не выгнуться. Далее. Вот этот карман. Ну, его можно использовать под что угодно. Вот такой есть, утилитарный. Я ношу в данном кармане куртку. Это пятый слой. Если там какой-нибудь дождик, что-нибудь еще, я убираю в этот подсумок. Так же в него с успехом можно наложить гранат. Ну, и любой другой утварь, которая сюда войдет. Так, если вернуться к вопросу о гидраторе. Вот литровый гидратор сюда войдет хорошо. Ну, то есть он как будто бы для этого и создан. А вот трехлитровый гидратор сюда не влезет. Конечно, если его как-нибудь там вот так согнуть. Но ограничим доступ воды и так далее. В общем, гидратор только литровый. И давайте немножко расскажу, что мне в этой панели не нравится. Это, если посмотреть внутрь, цвет вот этого канта. Ну, конечно, этого не видно, так как это внутри. Но тем не менее. А также окантовка вот здесь, на отделениях для 40-мм. С цветом как-то корейцы промахнулись. Ну, вообще, эту панель я юзаю уже пару сезонов. Панель мне нравится. Ну, и давайте рассмотрим вторую панель. Также в верхней части панели находятся два подсумка. Как и в предыдущей панели. Отличие в том, что здесь отсутствуют разграничители. Вот конкретный выстрел, да. Ну, то есть, мы сюда можем также размещать 40-мм выстрелы. И, например, что-то большое. Ну, вот и ППшка у меня есть с собой. Можем ее разместить здесь. И отсутствующие стенки не мешают нам этого сделать. Второй подсумок, повторюсь, так же, как и на предыдущей панели, утилитарный, за исключением того, что внутри имеется велкро для размещения какого-нибудь, например, органайзера, чтобы в подсумке ничего так просто не валялось. А так мы легко здесь можем разместить, например, ручные гранаты для своего товарища, который идет сзади. Вообще, в идеале, чтобы этот товарищ, который идет сзади, загружал тебе панель, твою спинную, от себя. Потому что, если загружать сюда свои гранаты постоянно, твой товарищ будет выкидывать твои гранаты. И третий подсумок. Он, как и второй, но открывается более широко и имеет по всей площади подсумка внутри велкро. Опять же, для размещения каких-нибудь органайзеров. Или, возможно, медицины, да, там еще чего-то. На каждом из подсумков имеется велкро. Единственное логическое объяснение для их расположения, я вижу, это подписывать, что лежит в подсумке. То есть, если мы будем размещать какие-нибудь найм-тейпы, да, это будет несколько глупо, если мы будем клеить одно и то же. А так мы разместили здесь, допустим, медицину. Приклеили красный крестик. Ну, или красный какой-то. И идущий сзади человек понимает, что медицина здесь. Положили сюда гранаты, да, там мины, растяжки. Приклеили сюда соответствующий маркер. Аналогично здесь. По бокам панели имеются молнии для крепления к заднему плейтбэгу. Ну, наверное, все. С лицевой частью закончили. На обратной стороне панели крепления к молле уже гиполоновые. Их несколько больше. Так как и переносимый вес данной панели больше. Характерным отличием является наличие велкра, которое крепится также к велкрухе, которое имеется на заднем плейтбэге. Кроме того, внизу панельки мы видим подсумки для двух магазинов. Эммочного типа. И увеличиваем себе боезапас на два магазина, что не может не радовать. Ну и основная часть, самая важная. Внизу подсумка имеется вот такой вот хвост для переноски чего-либо. Не знаю, может быть какой-то короткоствол. Да, сюда можно разместить какой-нибудь короткий дробовичок. Ну, на сайте края здесь сделана такая инфографика, что сюда влезает болторез. Да, давайте попробуем это сделать. Ну и, собственно, болторез сюда влезает. Данная панель явно более функциональная, чем первая. Переносимый объем снаряжения больше, но, соответственно, вес тоже больше. Если вернуться к вопросу гидратора, то сюда влезет, на мой взгляд, не только литровый гидратор, но за счет хвоста даже трехлитровый гидратор. Давайте я покажу, как панель одевается и как она выглядит на человеке. Ну и, собственно, как данные панели крепятся к плейбэгу. Хочу отметить, что данные панели подходят для AVS, CPC и GPC 2.0. Вставляем верхние стропы молли. Нижние. Ну и, собственно, застегиваем молнии. И панель у нас установлена. Все, теперь она никуда не денется. Снимается все тоже предельно быстро, но это только на мелкой панели. С большой панелью еще несколько сложнее. Болтерез вынул, чтобы он не усложнял задачу. Несколько сложнее, потому что, во-первых, здесь четыре крепления сверху. Соответственно, продеваем раз-два-три-четыре. Два снизу, раз-два. Вот эта Velcro крепится на эту Velcro. И также хотелось бы отметить, что панель, она длиннее, чем задний плейтбэг. И вот эти магазины, они будут ниже плейтбэга. То есть они не будут мешаться и как-то топорщиться позади плейта. Сейчас я вставлю и покажу. Ну и давайте посмотрим, как панель выглядит на человеке. Вот я закрепил ее на спине. Соответственно, панель выглядит следующим образом. Она ничему не мешает. Доступ, допустим, к подсумку сзади у меня есть. Но достать что-либо самостоятельно из панели невозможно. Магазины, да, как видим, они не мешают. Я могу доставать магазин, заряжаться. Как один, так и второй. Ну и подведем небольшой итог. Начну, наверное, с минусов. Первый минус, это то, что в данную панель ты самостоятельно залезть не можешь. И что-либо нормальное из нее достать. Второй минус, то, что особо не походишь с рюкзаком. То есть одевать еще рюкзак сверху панели, во-первых, это увеличит профиль. Во-вторых, это ограничит доступ к содержимому панели. То есть идущий за тобой человек, там второй, третий номер, он просто не сможет ничего достать из панели, если у тебя сверху одет рюкзак. Какую панель выбрать, первую или вторую? Тут выбор, так скажем, под задачу. Если мы ходим немного, нести с собой надо немного, то нам подойдет и первая панель. Если нужно нести несколько больше и нести, допустим, какое-то командное снаряжение, вот как болторез, то тут, естественно, выбираем панель номер два. Финансовый вопрос. Хотелось бы отметить, что данную панель должен для тебя загружать либо второй номер, либо команда. Есть, допустим, ряд людей, у которых такие панели, скинулись командой деньгами, загрузили панель. Одинаковые отделения загрузили одинаковым содержимым. И то есть вторые, третьи номера, они знают, что у этого человека и у этого человека в этом подсумке лежат там растяжки. Или там, не знаю, выстрелы для подствольника. Все знают, что где лежит. То есть панель ты несешь не для себя, панель ты несешь для напарника, для команды. Панель первая, Симапа Гир, я ее приобрел на ESG. Панелька вторая, это он второй генерации. Она есть на Алишке, продается. Ссылочку оставлю в описании. На этом, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был 13 из Иксов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok